добрый день дорогие зрители здравствуйте мыльная пена вновь с вами ну что у нас все бурлит от самых последних новостей из плите так что усаживайтесь поудобнее приготовьтесь слушать то что мы вам приготовили итак начнем с эйс и гонсалес не успела девушка бросить своего гулящего жениха это диаса и уехать в штаты как тут же подцепила нового ухажера и не просто какого-то парня с улицы а бывшего жениха певицы мили сайрус лайм хэмсворт так зовут этого замечательного человека эйс увидели с ним нежного коющие и даже целующийся все мексиканские таблоиды немедленно об этом написали там заголовки были такие что значит наша мексиканская девушка покоряется вененные штаты америки покоряет голливуд ну и так далее и тому подобное но дело вот в чем что лаем он тоже актер и многие предположили что тут два варианта или это просто пиар акция для эйсы или это такой вот как бы рекламный ход который продвигает будущий фильм а дело в том что эйса получила роль в голливудском фильме действительно но снимает этот фильм мексиканский режиссер сервантос сама эйса говорит что на эту тему и говорит ничего а в лос-анджелесе она намерена работать и ей уже в общем предложили роль она будет работать она очень довольна этим всем короче порадуемся за девушку ну естественно что нам конечно кажется что это долго играющая рекламная кампания в духе мексиканского телевидения там или романы или скандалы появляются перед премьерами заведомо регулярно заведомо регулярность в общем желтая пресса конечно обсуждает все в деталях зрители тоже волнуются но все как правило кончается пшиком еще одна история на этот раз героиней будет софия вергара она отложила свадьбу со своим женихом ником лойбом они обручились прошлом году и решили пожениться до конца этого года но видимо свадьбе не будет и очень сомнительно что их отношения вообще будут продолжаться источник близкий к софии сказал такую вещь что вергара до смерти устала от того что ник постоянно назойливо ее опекает как вы знаете софия актриса которая лучше всех оплачивается на американском телевидении и поэтому естественно финансово состоятельно вот и хочет сама решать кого и приглашать на свадьбу что и вообще делать в этой жизни но а дело в том что ник он лезет буквально во все что и надевать с кем ей дружить кого приглашать он увольняет ее персонала лезет ее контракты более того когда в прошлом году их пригласили в гости к талии то он повел себя в общем там по свински и талия по этому поводу высказать что софия могла бы кого-нибудь получше бы найти себе но вот скандалы сопровождает эту пару постоянно но если бы ник был идеалом так таки нет опять же в прошлом году его поймали с проститутками извините потом они вдрызг разыгра разругались канун нового года когда мужик устроил софии некрасивую сцену с бывшим другом ее но и вот сейчас был тоже очень сильный скандал и софия в сердцах лопнула дверью но и по делам ему надо было быть аккуратнее давид безбаль объявил о том что он его бывшая подруга ракель хименес вновь вместе их отношения начались в 2012 году и закончились скоропостижно в мае этого года а в промежутке давид успел закрутить реальный или виртуальный роман у зулейка ривера ну возможно роман был в воспитательных целях типа смотри что ты потеряла меняешь королевы красоты клюнет вернись я все прощу но вот вернулась теперь посмотрим надолго ли прошел слух что габи спину и жен карлов канила могут расстаться ну новость конечно очень интересная но скажем так недостоверная об этом говорили в программе эль гордо и лафлака но однако мы как бы не совсем доверяем источникам этой программы но однако запасаемся попкорном и ждем разница возрасте у габи жен карлоса достаточно солидная но то есть общий ребенок но с другой стороны парень желает продолжать карьеру в лос-анджелесе а у габи работа в майами короче говоря не удивимся что они наконец разбегутся серхио майер в шоке от того что его сын курит вот ну нашел чему вообще изумляться ну мальчишка 15 лет дымит как паровоз вот и главное это в том что мать мальчика барбара моря ему это разрешает и бывшие супруги даже поругались из-за этого ну и пошли кстати слухи что серхио младшего отчислили из военной школы где он учился и отчислили его за плохое поведение и плохую успеваемость его мать на пресс-конференции сказал что не в курсе и обсуждать это не намеренно да и некогда ей у нее в самом разгаре роман с джо экером который моложе ее на несколько лет а вот отец джо гай акер сказал что он своих детей держал в ежовых рукавицах никаких пьянок гулянок и курева вот так вот надо с детьми обходиться ну и последняя новость на сегодня анна лаевская обручилась со своим другом родрико морей а они встречаются уже шесть месяцев решили что хватит пора серьезно подумать о браке и детях детали предстоящей свадьбы не разглашаются так как у анны очень напряженный рабочий график ну и правду сказать хорошо бы ей уже и отдохнуть потому что все ее новеллы на теле мунда были близки к провалу а вот эта последняя тоже в общем рейтинги маленькие очень так что может быть в семейной жизни девушки больше повезет держим так сказать пальцы за нее но на сегодня все спасибо вам за внимание подписывайтесь на наш канал до свидания